Подать документы на получение субсидий аграрии Верхневолжья могут через МФЦ. А решение было принято на заседание правительства. Кроме того, в регионе утвердили несколько изменений в государственную программу развития сельского хозяйства на ближайшие пять лет. У сельхозтоваропроизводителей Тверской области появится возможность предоставлять документы на получение субсидий через филиалы многофункциональных центров. Задача своевременно доводить государственную поддержку до аграрных предприятий, сделать более удобными предъявления документов для получателей и средств, Игорь Руденя поставил региональным министерством сельского хозяйства в середине марта. Очень важно сегодня использовать окно возможности закрытия Европы, закрытия европейских границ, дает возможность и дает стимул для развития нашей отечественной экономики. Мы со своей стороны, правительство и федеральный центр будет усиливать поддержку промышленных предприятий, которые будут работать и в режиме импортозамещения, и в режиме недопущения дефицита на разных рынках, на разных направлениях. Тверская область является самодостаточной. Сегодня мы видим по балансам производства и мяса, и молочной продукции, что у нас уверенное производство. Сегодня в Тверской области сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей. В 2020 году для хозяйств региона предусмотрены субсидии на содержание племенного поголовья, сельскохозяйственное страхование в области животноводства, приобретение племенного молодняка, поддержку собственного производства молока, развитие мясного животноводства и повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Поддержка оказывается в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Общий объем средств по этим направлениям составит более 214 миллионов рублей. Дополнительные средства производства молока, это дополнительные средства по ведению в оборот земель, как мы сказали, это дополнительные средства на озимые культуры и все, что касается еще и звероводства. Поддержка оказывается в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Общий объем средств по этим направлениям составит более 214 миллионов рублей. Посевные площади в этом году составят порядка 506 тысяч гектар.